Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семена Чемотанных. С вами я, Славян. Сегодня я вас приглашаю в необычный выпуск. Сегодня мы с вами путешествуем по Краснодару, по районам, где точно не стоит покупать квартиру. Сегодня будем просто смотреть и охать, и ахать от того, как Краснодар может уйти под воду, ну и как задают в эксплуатацию жилье. Не буду затягивать, ставьте сразу лайк выпуску и погнали! Это улица Сергея Есенина. Просто посмотрите, какой здесь трындец. Вот снег подтаял, и, кстати, я еще замечаю, что есть кучи снежные, глыбы ледяные, вот они лежат. Это то, что получается сейчас. Трактор разбил и собрал в кучи, по крайней мере, здесь почистили. Но сейчас будем дальше углубляться в музыкальный район, и вы увидите здесь трынде желтого. Вот мы сейчас вместе с вами в переулочке музыкального района. Хочу показать озеро. Видите? Озеро с названием Лужа. Огромнейшее. Видите? И самое, что страшное для всех водителей, это то, что абсолютно неизвестно, что там. Там может быть забитая ливневка, в которую просто провалишься на машине, и, конечно, от этого очень жутко и стрёмненько. Вот дальше. Как здесь передвигаться, непонятно, но по грязи вы поняли. Вообще, в двух словах, почему микрорайон называется музыкальный, потому что здесь улицы названы в честь определенных музыкантов. Вот покажу вам, как проезжает Газель эту лужу суровую, гляньте. Просто трындец. И самое, что интересное, если кто-то не знает, что это за глубина лужи, 100% останется без колеса. Вообще, до моей головы вообще не доходит, как можно было сделать такой район построить без ливневок. Чуть дальше проходим, это все та же улица Сергея Есенина, еще одно озеро. На той стороне вообще трындец. Я даже не представляю, как там ходить, потому что если здесь есть какой-то тротуар, там его просто не существует. Машины друг другу вот так уступают, но двенашка просто поплыла. На той стороне, вот вроде красное-белое, но подойти к нему, конечно, вообще проблематично. Потому что кругом грязь. Вот, нас почти обдало к мусоркам, конечно, подойти тоже. Видите, какая грязища. Дальше, кстати, в музыкальном начинается самое интересное, потому что если здесь еще хоть немножечко добавили асфальта, то далее асфальт заканчивается. И начинается полный мрак. У нас сегодня улицы на плюс 10 обещают, снег уже максимально сошел, но некоторые районы по-прежнему очень сильно находятся в воде. Вот, гляньте, просто на седанах здесь только так чиркаешь. Вот она парковка, просто грязевая. Трындец. Когда идет плотный поток машин, и в ту сторону, и в обратную сторону, то разъезжаться, конечно, здесь проблематично. Вообще, таксисты даже не любят этот район, потому что подвеску ты здесь оставляешь. Ну вот, гляньте, какая ямища. И это не какая-то окраина города, это не какая-то заброшенная, можно сказать, там поселок, либо деревня. Это город, это черта города. И вот такое вот безобразие. Вообще в голове не укладывается, как можно было сделать вот такой район. Почему так? Почему страдают люди? А многие... Во, пойдемте на эту улицу прогуляемся, здесь просто трындец. Почему на эту? Потому что как-то раз нас таксист вел по этой улице на новой своей машине. Он собрал максимально все маты, потому что он просто всю машину поцарапал. Пороги все, ужас. Я не знаю, возможно, даже что-то позагибал. Вот так вот живут люди в Краснодаре. И здесь, в этом районе музыкальном, самая дешевая недвижимость. Что, в принципе, и снять в аренду, что купить. Ну потому что жить здесь, это, конечно, капец. Вот так вот на помойках. Я не знаю, у меня нет слов. Я когда изучал Краснодар, перед тем, как переехать, я, конечно, знал уже про район музыкальный. По нему все говорят, что не стоит сюда вообще соваться, не стоит здесь покупать квартиры. Но когда мы переехали в Краснодар, я пошел гулять в этот музыкальный. Мне было очень интересно. И я просто такой, что? Да ладно? Да ну как так? И вроде как я знаю, что здесь, во-первых, нет никаких ливневок. Во-вторых, здесь нету центральной канализации. Вообще не существует. Здесь район вроде как на септиках построен. Но это же ужас. Вот посмотрите, какая лужа. Здесь такой вот просто сугроб. Перекрыли. Въезд. Так, ветер. Лист болтается. Сегодня вроде тепло, но ветер, конечно, такой нормальный, задувает. И вот что находится под водой, абсолютно непонятно. Но вот сами представьте, да, вот вы стоите на машине. И неизвестно, ехать или не ехать. Вы смотрите вперед на устрашающую эту картину впереди. И вообще, что там? Что там? Там, повторюсь, что вполне может оказаться открытый люк. Просто он будет забитый. Но машина туда обязательно провалится. Вот так вот живут люди. В музыкальном районе. Вот такой вот у них вид из окна. Сейчас мы находимся в том же музыкальном, улица Рахманинова. Посмотрите на состояние этой улицы. Я напомню, что снег у нас начал таять три дня назад. Выпуск про то, сколько бы здесь выпало, посмотрите. И, конечно, здесь вчера-посвчера были последствия еще хуже, потому что воды здесь было огромное количество по мокрым тротуарам, да, можете заметить. Но моя задача сейчас показать то, что происходит на дорогах и как водители обрежают все эти дыры. Они не едут там, потому что там неизвестно, что. И приходится уж на тротуар, можно сказать, залазить, чтобы хоть как-то все это дело объехать. Впереди, на самом деле, это мой, можно сказать, любимый перекресток. Сейчас я здесь перепрыгну. Опа, у меня это получилось. Гляньте, это просто озера. Нет, у меня нет слов. Вот, смотрите, какое озеро. Видно, что там просто отвалился кусок асфальта и исчез. А что под лужей, не знаю. Сколько бы я раз здесь не был, порой меня сюда заносило на машине. И здесь лужи всегда. Когда идут проливные дожди, здесь просто дрындец. Вот здесь вот, я сейчас попробую прикрепить фотографию, как здесь машины наполовину уходят. А ходить, конечно, порой вообще невозможно. Вот так еще подсохло более-менее. И мы даже можем спокойно идти, потому что я утром думал изначально, что придется просто брать машину и, скорее всего, этот сегодняшний репортаж вести из кабины автомобиля. Но нет, мы идем. Просто проезжая часть. Парковка затопленная. И дальше въезд во двор, также затопленный. Сделаем последний кадр из музыкального района. Будем двигаться дальше. Посмотрите, какие бугры. И тут же ямы. Вот такой вот музыкальный район. Пишите комментарии, как вам, а я буду перемещаться в другой. Сейчас мы с вами находимся на улице Шаляпина. Посмотрите, какие огромные лужи. Сильнейший ветер что-то поднялся прям вообще. И хочу вам показать, как эти лужи переплывают машины. И это не самое худшее, что может быть. Здесь можно вообще даже и порой не проехать. Видно, что местные, потому что они, в принципе, понимают, где ехать, либо едут здесь уже не первый раз. Но это реально озеро. Так, у нас здесь есть небольшой газончик. Пойдем по тротуарочку. Очередной жилой комплекс, который скрыт вот за таким вот забором профлиста. А с той стороны, видимо, тоже что-то хотели построить. Но так и не построили. Огромные кирпичи валяются. Свалка просто строительного мусора. Посмотрите, в какой грязи я сейчас нахожусь. Мы находимся в том месте, где сделана фотография. И не одна, конечно, которая стоит у нас на превью, на выпуске. Вот это вот все засыпали, видите? И сейчас машины ездят спокойно. Но буквально несколько дней назад здесь была задница, которую видели на фотографии. И машины, поворачивая, сразу, естественно, проваливались в эту яму. И объехать... Смотрите, машина стоит всю эту яму. Объехать невозможно. Помимо того, что здесь такой пробочный район. И вот, смотрите, хлопц, и все. И ты как бы в яме получается. Но, слава богу, что ее засыпали. Есть ли вопрос, что ее не заасфальтировали? И надолго ли здесь лежит этот камушек? Пока, конечно, неизвестно. Время покажет. Но я думаю, через неделю его не будет. Это мы как раз находимся в Калинино. Микрорайон, наверное, тоже, который стал Краснодаром. И здесь ситуация со снегом следующая. Он, естественно, тоже тает. Если больше опираться на городскую. Прямо часть, где высотки и снега почти не осталось. То здесь можете заметить, что снег еще лежит. Его выпало безумное количество. В некоторых районах достигало 70 сантиметров высота снежного покрова. Просто представьте. И, конечно, кто-то говорит, что это каждое зиму такое. Но везде в СМИ говорят, что впервые в Краснодаре навалило столько снега. И причем это произошло буквально за два дня. Я сам лично видел кадры и по телевизору, и в различных пабликах, как люди показывали в Краснодаре свои частные дома. И у них просто все в воде. Полы, в квартиру просто пошел. Обильный напор таяния снегов. Конечно, походить в частном секторе Краснодара лично для меня очень интересно, потому что мы тоже думаем, где сделать свою базу. И когда видим, что вот такая история происходит, конечно, начинаешь задумываться и начинаешь проводить свое такое мини-расследование. Но вот здесь, как вы можете заметить, да, что никаких ливневок нет. Вот они лужи, машины едут по лужам. И снег, конечно, и вода, конечно, никуда не уходит. И, возможно, если ты неправильно построил дом, да, чуть-чуть ошибся с участком, то, да, возможно, тебя затопит. Я даже в кадрах видел, что сейчас Голубицкое затопленное. Это вот районы Темрюка, Азовского моря. Ну, посмотрите, перед нами просто озеро, и нам нужно перебираться, конечно, на другую сторону. Единственное, что там сейчас едет машина. Сейчас у нас пропустить будет, потому что проходить невозможно. Ужас. Просто ужас. Ни тротуаров, ни дорог. Все в воде. Но это не самые жуткие кадры, которые вообще возможны. Дальше, вот посмотрите, я дальше даже не представляю, как мы будем вместе проходить. Вот отсюда уже начинается так называемая снежная река. Если здесь мы еще идем ногами, да, вы можете заметить, асфальт нам позволяет, то дальше, друзья, начинается просто трындец, других слов нету. Вот он проезд дальше туда на улицу. Не знаю, как она называется. Но смысл в том, что здесь все затоплено. Машины плывут. Подъезд к дому сухой, а дорога вся в воде. И как проходить обычному человеку, вот нам с вами совершенно непонятно. Будем идти по грязи. Что сделаешь? Вот она машина. Вот она поклыва. Естественно, сбавляют скорость, потому что неизвестно, что там. Вот водитель взял, прижался, так сказать, к центру, потому что слева-справа, конечно, может быть впоследствии печальный, если поймает какую-то ливневку, люк, либо какую-то яму. Так, собака тихо. И видите, как просто в круг налево идешь, затоплено. Прямо идешь, затоплено. И самое, что интересно, я совершенно не понимаю, как нам пройти туда и пойти в ту сторону. Видимо, нужно сейчас будет обходить, а дальше как там, я не знаю. Вот в таком мы водном кольце сейчас вместе с вами оказались. А вот, кстати, я думаю, вам будет видно. Вот она по центру. Вот ливневка. И она забита. Видите, туда не сливается вода. И если ее подводной водой выбит решетку, то, конечно, последствия будут просто ужасные. То сюда можно смело провалиться и остаться без подвески машины. Ну, жесть. Видимо, либо меня кто-то узнал на машине, либо убьюкал, что, мол, спасибо, что показываю. Но на самом деле это стоит показывать, об этом кричат. все краснодарцы, кубанцы, потому что город совершенно не продуман для вот таких вот ситуаций. И когда здесь проходят дожди, затяжные, вот так вот выпадает снег, то город, он, естественно, парализован. Ладно, я сейчас попробую перейти как-нибудь на ту сторону и подключусь снова. Это полная жесть, потому что туда дальше я даже не смог перебраться. Это мне нужно либо полностью сейчас намочить ноги, либо нужно развиваться, что, конечно, скучно, либо нужно было покупать себе по колено резиновые сапоги и тогда выдвигаться на своих ногах. Но никак, абсолютно никак я не могу обойти вот это огромное озеро, которое за моей спиной. Пользуясь случаем, покажу вам школу. Вот она. Это школа номер 66. Такая большая. Я вижу, что есть несколько корпусов. А еще интересно, что у нее очень много автобусов. Видимо, из каких-то ближайших станиц сюда привозят детишек. Масштабно, конечно, смотрится. Я лично учился в школе в такой маленькой, хотя я сменил несколько школ. Но это, конечно, большущее по сравнению с тем, где учился, например, я. В Красотаре есть огромнейшая проблема со школами. Здесь первых классов в этом году было что-то все буквы алфавита. В каких-то школах одного класса по 25 штук, по 30 штук. Это, конечно, очень сильное перенаселение, переполнение, как учиться, конечно, в подобном, я лично не представляю. Это мы вместе с вами находимся в районе улицы 40-летия Победы, имени 40-летия Победы. Посмотрим, какая обстановочка здесь. Здесь совсем близко парк Галицкого, тот самый знаменитый, куда первым делом кто приезжает в Краснодар, спешат именно туда посмотреть этот прекрасный парк. Кто не видел зимнюю сказку в этом парке, посмотрите обязательно у нас в выпуске. Ссылочку оставлю в описании под этим видеороликом. Так, просто вместе с вами сейчас пробираемся по лужам на кирпичик. Опа, а потом куда? Непонятно, ну ладно, у нас это получилось. Лужи, лужи, кругом лужи. Вот уже виден Краснодарский стадион парк Галицкого. Мне приходится вот так вот по грязи видите проходить там буквально 200 метров до парка и вот здесь происходит вот такая вот дичь. Ничего не сливается, ничего не уходит. Иду просто по грязи. Просто невероятно. Ну посмотрим чуть подальше что нас ждет. Вот он парк. Вот на дороге. Если поворачивать влево-вправо от главных дорог, там конечно начинается полный трындец. Там дорог нет, там лужи. И если кто будет туда ехать, конечно очень аккуратно. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что скрытых ливневок в Краснодаре огромнейшее количество и нужно быть всегда предельно внимательным. Ну и желательно конечно, когда вот так вот затоплено, то лучше всего не суваться на машинах в такие районы. Берегите свои нервы и конечно свои автомобили. Вот видите, мы идем по тротуару и все и дальше проход наш парализован. Нам придется идти сейчас по вот этой куче грязюки. Просто же скачать, честно. У нас здесь что-то вырывается просто из-под земли. Опа! Вот такой вот видите все на дорогу. Вот такой участок и машины едут меня что-то одна обрызгала. ходить в таких местах по тротуару особенный трындец. О! Смотрите вот влево снова голову поворачиваем такой более-менее нормальной дороги и все здесь можно плыть оставлять подвеску машины носами видите что там дальше в лужах вообще непонятно. Ну а в парке Галицкого ребятки всегда классно гулять неважно какая погода неважно какие были аномалии здесь заботятся о данном парке шикарно мы это сами проверяли проверяли когда был сильнейший снегопад сразу утром приехали гулять и здесь уже в 9 или полдесятого были все дорожки почищены как говорится было сделано все для людей в это место всегда приезжайте гулять что касается самого ЖК панорама вы знаете я походил там и ничего такого не заметил что где-то прям какие-то потопы да есть крупные лужи но это на самом деле мелочи опять-таки я не увидел там ливнек и поэтому есть предположение что действительно когда идут сильные дожди панорама топит но сам факт того что у вас вот панорама вот дворы все кстати открыты вы перешли вот так улочку и сразу гуляете в парке это шикарно выпуск поддержите лайком напишите в комментариях как вам обстановочка в Краснодаре и конечно же если не подписались на канал обязательно подпишитесь я мчу домой монтирую для вас этот видеоролик поэтому дайте ему поддержки увидимся с вами завтра в новом видеоролике пока